Совпадение такое. Ну так вот, начнем мы сейчас изучать массивы на JavaScript, познакомимся с тем, что это такое и что с ними можно делать. Сегодня теоретического материала будет по массивам немного, а в следующий раз будет много. Сегодня наша задача в первую очередь именно понять, что это такое и что с ним можно сделать. Итак, массивы в общем случае это такие переменные, которые могут хранить более одного значения. При этом эти значения характеризуются так называемым индексом, то есть порядковым номером, начиная с нуля. В JavaScript массивы являются не совсем классическими. В каком плане? То есть классические массивы могут хранить значения только одного типа. В JavaScript же массивы могут хранить значения разных типов. Собственно, пример объявления массива приведен на первой строчке. Вы видите, var, r, r может быть любое имя массива, да? Равняется и массив описывается в квадратных скобках. Перечень нескольких значений. В данном случае вы видите 1, 7, 9, hello и 5. То есть здесь у нас сколько значений? 5 значений, да? А как вы думаете, еще раз, если внимательно слушали, какой номер последнего? 4. 4, да, то есть нумеруются они с нуля. То есть когда мы выводим, допустим, r нулевое, обратите внимание, для доступа к самим элементам, используются квадратные скобки, то есть пишется имя массива, квадратные скобки, номер элемента. Когда мы выводим r нулевое, это у нас что выведется? Единичка. А если я выведу здесь а третье? Hello. То есть это всем понятно. Простите, элементы массива доступны как на чтение, так и на запись. То есть я просто могу обращаться к ним по номеру, как читать значения, так и записывать. Понятно? Хорошо. Количество элементов массива можно определить с помощью свойства lens. То есть пишем имя массива, точка lens, и получаем количество его элементов. Этой информации уже достаточно для того, чтобы попробовать сделать что-то, так сказать, первое с нашим массивом. Давайте попробуем. Итак. У меня уже должен был открыться phpstorm. Я здесь создам новый проект. Можно открыть директорию, предварительно ее создав, естественно. Создать папку. Назову ее njf0.6 Это рейс, мы потом просто будем в нем создавать еще файлы. Нам пока хватит и этого. Хорошо. Это у нас есть. Папочка создана. Откроем ее в шторме. Надо обновить. В текущем окошке. Здесь, в свою очередь, мы создадим новый javascript файл. И назову его array. Вот мне так захотелось. Massive, да? Для запуска правая кнопка run. У нас сразу же отконфигурируется нода, и запустится этот script в консоли. Мы готовы к работе. Давайте попытаемся объявить наш первый массив. Объявим его. Так, я вам var показывал пока. Var, пускай будет x. Равняется. И опишем несколько значений. 2, 4, 9, 6, например. Вот у нас 4 значения, которые будут храниться в переменной x. Для начала попытаемся просто вывести эти элементы с помощью console.log. И выведем, соответственно, x, например, второе. Я думаю, понятно, что сейчас мне должна вывести с девятка, да? Запускаем. И действительно выводится девятка. Ничего удивительного здесь нет. Что интересно, что функция console.log умеет выводить массивы и целяко. То есть, если мы просто попытаемся вывести x, мы сможем увидеть, из чего состоит наш массив. Давайте воспользуемся этим, чтобы увидеть, как элементы массива меняются. Если я напишу x, второе равняется 55. И запущу скрипт. Мы увидим, что второй элемент массива был изменен и теперь имеет значение 55. Что-то сложное здесь есть. Обращаю внимание, что в качестве индекса может использоваться выражение. То есть, не обязательно здесь указывать конкретное число. Я могу написать, например, 1 плюс 1. Понятно, что выражение будет иметь значение 2. И обращаться мы будем к x второму. То есть, ничего сейчас не изменится. Тут что-то для кого-то, может, и понятное есть. Замечательно. Итак, мы посмотрели, что здесь может быть выражение. Естественно, выражение означает, что сюда можно подставить и переменную, и вызов функции, и все что угодно. Абсолютно все что угодно. Давайте напишем функцию, которая будет выводить массив по элементам. А я бы не против, я не знаю, где путь. Я бы и сам не против. Может, окошко приоткроете там? Да, я не знаю. Спасибо, потому что это когда-то подставили. Я понял. Ну так, делаем функцию, которую мы назовем printArray. И сюда будем принимать массив. R. В свою очередь, внутри этой функции мы сделаем что? Мы напишем цикл for. Элементы массива у нас нумеруются с чего? С нуля. Поэтому я здесь пишу var i равно нулю. Какой максимальный номер элемента массива? На единицу меньше, чем на единицу массива. Правильно? Поэтому я могу сказать, что i у нас должен быть меньше его длины. А длина это у нас что? Lens. То есть r.lens. И в свою очередь, каждый раз будем делать i++. И будем выводить этот элемент с помощью console.log. Console.log. Наш r. Какое? Ит. Абсолютно верно. То есть, и будет меняться, и мы будем получать доступ к разным элементам нашего массива. Теперь давайте попробуем воспользоваться нашей функцией printar. Вызовем ее, принтарой вернее. И передадим туда наш массив x. Запустим. Как видим, у нас 2, 4, 9, 6. Ничего абсолютно такого страшного, сложного, я думаю, в работе с массивами для вас не должно возникать. Но вдруг, если будут возникать вопросы, обязательно спрашивайте. Это вывод массива. Операция достаточно простая и неинтересная. Нам интереснее с массивом выполнять немножко операции другого характера, более сложные. Например, перебирая массив, перебором массива это когда как раз мы уберем цикл вот такой и поочередно проходимся по каждому элементу. Мы можем найти, например, минимальное и максимальное значение. Можем расставить значение в порядке возрастания, убывания, что называется, отсортировать массив. Мы можем отфильтровать значение и получить новый массив только из тех значений, которые нам подходят. Можем просуммировать, переумножить и так далее. Эти элементы. Что? Да. Давайте разберемся с простыми, на первый взгляд, задачами, которые требуют особого внимания в понимании самого процесса, того, как это происходит. Есть способ, как это сделать быстро, о нем мы поговорим чуть дальше. Давайте сначала разберемся с природой этого процесса, что происходит. Задача номер один звучит так. Добавить элемент в конец массива. Что это означает? Что мы должны создать новый элемент, индекс которого будет равен чему? Лене массива. Нет, ленсового элемента не существует. Пока что. Поэтому давайте сделаем добавление элемента в массив. Я просто пишу x. Какой будет у нового элемента индекс? x точка лензовая равняется 42. Запускаем. И как видим, наш массив теперь состоит из 5 чисел, последний из которых 42. Как вы видите, добавление элементов в конец массива особой сложности не предоставляет. Понятно? Хочется показать интересный момент. Посмотрите на данный код и скажите мне, что это означает. И вывели какой массив, обратите внимание? И что вывелось? Который вывел, добавлялся. Да, который вроде как добавлялся в вывел. Обратили на это внимание? Ну не храняли, они равны тебе друг к другу. Ну получается там поменялись и там поменялись. Правильно. Почему так происходит? То есть вот этот вот момент надо понять. Дело в том, что если мы работаем с обычными переменами, то есть я скажу varA равняется 4, потом какой-нибудь varB равняется A, и потом скажу, что B равно 4. Если я сейчас выведу наше значение, то мы получим само значение. Дело в том, что в этом случае значением является просто переменная. Она имеет конкретное значение. Когда мы переприсваиваем, мы переприсваиваем переменную целиком. А в этом случае мы работаем с этой переменной, не переприсваивая ее. Согласны? Подвох в том, что в этот момент эти две переменных показывают в памяти на один и тот же участок. Это называется ссылка. То есть работая с одним из них, мы будем менять второй из них. Массив так просто не получится скопировать. Это будет не копия, это будет второе имя для того же самого массива. Это важный момент, который вы должны понять. Из этого есть несколько следствий, которые могут быть для нас полезными. Например, давайте сделаем функцию, которая добавляет элемент в конец массива. функцию, я ее назову arrayPush. Она будет принимать array и элемент. Да? И она скажет, что array какое? arrayPush. ArrayLensv у нас равняется этот L. Теперь я смогу этой функцией пользоваться. То есть я смогу вызвать здесь arrayPush, указать массив X и в него добавить 55. Запустим этот код. Мы видим, что они действительно добавились в массив. То есть при передаче функции здесь уже получается не копия массива, а сам массив. Так как массив не копируется при присваивании. Это очень удобно. Тут вопросы есть? Нет. На это обращайте особое внимание. То есть не обманывайте себя. Если вы один массив, в одной переменной присвоили массив, думаете, я сейчас его поменяю, а потом у меня будет старый в сохранности. А вот и нет. Вот такой вот момент, который нужно знать и учитывать. Через цикл, да? Если мы хотим скопировать массив, нам потребуется цикл. Давайте попытаемся сделать функцию, которая копирует массив. Итак, смотрите. Как мы это сделаем? Мы сделаем функцию, которую я назову arrayCopy. Да, и она будет принимать сам массив. Внутри себя она будет создавать новый массив. Я сделаю так. Так, varCopy, назову ее, равняется пустой массиву изначально. Далее я воспользуюсь вот таким же циклом. То есть я не буду изобретать велосипед заново. И скажу следующее. ArrayPush в массив Copy. Что я добавляю? ArrayPush. То есть я поочередно добавляю все элементы массива Arr в массив Copy. И в конце возвращаю эту копию. Проверим, работает ли эта функция. Перед тем, как выводить массив, я скажу, что varC равняется arrayCopy и передам туда массив X. Да, да, и вывел я почти массив C. Так, да? Чтобы убедиться, что это два разных массива, я вот здесь вот поменяю в массиве X нулевой элемент на минус единицу. Явно заметное значение, да? И мы увидим, что этого не произошло в массиве C. То есть массив C является именно копией исходного массива. Тут вопросы есть? Это хорошо. Дальше. Давайте теперь попытаемся... Мы добавляем элемент в конец массива. А теперь подумаем о том, как нам добавить элемент в начало массива. Дело в том, что индекса меньше нуля в массиве быть не может. Вперед можно добавлять сколько угодно. А вот назад это уже сложнее. О, вот абсолютно верно. Давайте нарисуем эту аналогию в памяти. Это, знаете, есть анекдот про гостиницу, в которой бесконечно номеров, но все... У меня не анекдот, а загадка. То есть есть гостиница, в ней бесконечно номеров. Нам нужно подселить еще одного человека. А что нам для этого необходимо сделать? Нет, все очень просто. Нужно всех попросить перейти в следующий номер. Да, тем образом мы освободим самый первый номер, а туда вперед их все равно бесконечно. Вот с массивом та же история. Нужно всех попросить перейти в следующий номер. Но пока оттуда не вышли, туда перейти нельзя. Поэтому переход надо осуществлять с конца. Правильно? Массив, как раз его аналогия, это как раз та самая бесконечная гостиница. То есть у нас есть бесконечное количество комнат, расположенных слева направо. Все заняты. Да? Да. Ну, у нас занято какое-то конечное число, но дальше их все равно бесконечность. И нам нужно заселить нового жителя в начало. Что мы делаем? Мы сначала последнего переселяем в следующий, потом предпоследнего в следующий, потом предпредпоследнего в следующий, этого в следующий, и вот этого в следующий, а потом только заселяем вот этого. То есть вот это наше первое, второе, третье действие, четвертое, пятое, а это только шестое, самое последнее в нашем случае. Понятно? Вот таким же образом мы будем сейчас поступать с массивом. Предположим, это итый элемент. Тогда это какой? Ну, вот этот какой будет по счету, если это итый? Этот будет и минус первый. То есть нам нужно сказать, что итый равен и минус первому. То есть а итая равняется а и минус первое. Это эквивалент вот этой вот операции переселения. Так? И операцию эту нужно повторить для каждого номера, который больше, чем ноль. Правильно? То есть для нулевого не надо, потому что у него минус первого нет. У него некого переселять. Давайте теперь это сделаем. Итак. Function. Я назову эту функцию Array Unshift. Потом поймете, почему я их так называю. Здесь будет сам массив и элемент, который в него нужно подселить. Итак. Первое, что нам нужно, это всех сдвинуть вперед. Начинать нам нужно с какого? С последнего. То есть какой номер мы первый заселяем? Нет. Лензовый. Еще не заселенный. Да. Заселяем мы сначала лензовый. Поэтому я здесь делаю вот такой цикл. For var i равняется lens. Не просто lens, а rlens. Простите. rlens. Да. И у нас должно быть... Какой номер последний будет заселен? Первый, правильно? То есть больше нуля. Нулевой мы не будем заселять. Да. И соответственно с каждым разом мы идем в какую сторону? Уменьшение. То есть мы делаем i минус минус. И что я делаю? Я делаю ту самую операцию. r i равняется r i минус первое. То есть в этот номер переселяю предыдущий. Потом иду в предыдущий и переселяю в него еще предыдущий. И так далее. Вот что делает этот цикл сейчас. Далее. То есть мы всех сдвинули. У нас нулевой номер свободен. Поэтому я просто говорю, что r нулевое равняется lm. Понятен концерт? Что тут для вас есть сложного сейчас? Сейчас будете. Это последнее, что я показываю до вашей практики. А нет, предпоследнее. Я покажу, как удалить элемент с конца, а вы мне будете удалять элемент с начала. Так. Итак, вопрос на засыпку. Что работает быстрее? Добавление в начало или добавление в конец? В конец. В конец. Поняли почему? И запомнили это на всю жизнь. Давайте проверим работоспособность. После того, как я добавил в конец 55, в начало я добавлю нолик. Я здесь делаю rm shift массив x добавить нолик. Давайте проверим. Функция наша прекрасно работает. Как видите. Хорошо. Я вам покажу, как удалить элемент с конца массива. Это очень просто делается. Вот прям настолько просто, насколько это возможно. Итак, я делаю здесь функцию. которую я называю array pop. И здесь у нас, соответственно, будет массив. Эта функция будет не просто удалять элемент из массива. Она будет его еще и возвращать. То, что она удалила. Значение. Поэтому я здесь делаю следующее. var data равняется array. Номер последнего элемента какой? Lens минус 1. Lens минус 1. Правильно. rLens минус 1. То есть на единицу меньше, чем количество элементов. После этого я удаляю этот элемент. Для этого есть такой оператор. Он называется delete. Удалить. r rLens минус 1. Удалим. И, соответственно, я делаю return. Вот эту дату. Всего три операции. Достаточно простая и лаконичная функция. Вообще его нельзя иметь. Если это не, то она будет. Не всегда. Это зависит от интерпретратора. То есть свойство Lens, а есть свойство Lens? Дело в том, что свойство Lens, оно вообще должно быть рядом для по спецификации. И в зависимости от того, в каком браузере будет выполняться, оно может повести себя по-разному. Так нельзя делать. Однозначно. Можно delete, можно удалить любой элемент. Понятно, да? То есть второй, третий, какая разница? А-а-а. А там будет дырка. Там будет, да. Там будет, там define посредине. То есть у вас получится, что, допустим, нулевой первый, а потом у вас есть сразу третий. А если заполнен? А между ними and define. А это будет другой элемент просто. То есть элементов меньше от этого не стало. То есть сделать. А как удаление первого элемента? Сначала удалить первый, а потом всех переселить. Вернее, не так. Всех переселить и удалить последний. На самом деле вот так это делается. То есть сначала надо всех сдвинуть, а потом переселить последний. Вернее, удалить последний. Так, array pop. Давайте ее проверим. Я тут уже этих функций запускал целую кучу. Я это все поудаляю, а мне уже надоели. Кроме print array. Итак, я здесь сделаю сначала console.log. Чтобы было явно видно, что он удаляет, я здесь выведу стрелочку и приклею к ней значение элемента массива. Чтобы было видно, что именно его мы удаляли. И здесь я вызываю вот эту функцию array pop на нашем массиве x. После чего он будет выводиться. Undefinite. Не удалился. А вообще странно, кстати. После этого обычно лендс у массива меняется. А здесь не поменялся. Ну ладно. Не хорошо, конечно, это. Но мы по-другому руками и не сделаем. Чтобы у нас Undefinite в конце не было. Для этого уже есть встроенная функция. Как раз называется подробным образом, так сказать. О ней мы дальше поговорим. Задача у вас добиться того же самого, только с первым элементом.